Слышим, какая музыка идет на центральном корте. Болельщиков все больше и больше, и все они подтягиваются, потому что это зрелище невозможно пропустить. Все, либо ничего. Для «Факела» разговаривали с ними перед этим этапом. Очень важно, потому что только в этом году волейбольный клуб «Факел» сделал отдельное направление по снежному волейболу, собрал команду, где волейбол на снегу – основной вид спорта. «Динамо» и «Татарстан», которые также для ребят – это ключевое направление. Они к этому идут уже шестой год. После того, как стали чемпионами страны в 2021 году, в 2022 году уже «Быканов», «Худяков» и «Королев» стали победителями. Сейчас либо «Динамо» и «Татарстан» вернет себе звание чемпиона, либо «Факел» станет двукратным чемпионом страны для игроков. И впервые в истории клуба профессиональная снежная команда завоюет этот титул. Четыре по четыре прошивает Александр Крамаренко. Александр Крамаренко дважды завоевал титул чемпиона страны по волейболу на снегу в 2019 и в 2022 году. И дважды у него также был кубок страны в 2019 и в 2020 году. Здесь уверен, что пока прицеливается «Динамо» и «Татарстан». Свойственно «Динамо» и «Татарстан» играть в такую игру, когда у них в первом сете не все получается. Так, например, в полуфинальной игре против другой команды «Факела» первый сет они отдали со счетом 8-15, но потом смогли реабилитироваться, забрать второй сет. И только на тайбрейке в упорнейшей борьбе 16-14, как сейчас в защите самоотверженно борются за каждый мяч. «Динамо» и «Татарстан» смогли пробиться в финал. Возможно, это такая тактика усыпить бдительность соперника и потом уже вернуть себя в игру и навязать сопротивление. 4-1. Остается Крамаренко на подаче. А если вы следили за этапами чемпионата страны на протяжении всего сезона, то знаете, что Александр Крамаренко еще кое-чем отличился. Об этом скажу немного позднее. А пока Виктор Марков на подаче после того, как нашел руки блокирующего Максим Чечерин, «Динамо» Татарстана будет вводить мяч в игру. Здесь не попал в темп нападения «Факела». И Виталий Шабалин сам один на один. Есть Тарас Маскиф. И здесь оттянулся, несмотря на блок Маркова. Видел Шабалин, куда будет направлять этот мяч «Факел». Все-таки играли Тарас Маскиф и Виталий Шабалин в одной команде. Знакомы друг другу по стилю игры. Что сейчас? А сейчас оттрук Ромаренко не спасает Максим Худяков. Что только не испытывали игроки на протяжении этого сезона. И минус 35 в Новом Уренгое. Правда, туда «Динамо» Татарстан не поехала. Думали, в январе будет лучше в Казани? Нет. В Казани было так же холодно, и еще и влажность добавилась. Потом был Кубок в Москве, где играли спортсмены в плюсовой температуре. И Красноярск поставил точку, когда днем играют в Кашице в плюсовой температуре, а вечером начинает подмерзать, начинают скользить игроки. Сейчас с погодой понятно. Есть солнце, есть твердое подкрытие. И на этом очень хорошо ориентируется Максим Худяков, который хорошо себя чувствует на твердом покрытии, которое ему напоминает паркет классического волейбола. Пока у нас смена сторон. 7-3 остается факел на подаче. Только сейчас поверх блока Виктор Марков смог сняться. Максим Течерин будет укорачивать. Но подошел Крамаренко, не составил труда. И здесь смягчение было от рук Виктора Маркова. Александр Крамаренко. 8-4. Александр Крамаренко, который заполнится не только своими результативными действиями, но и то, что в минус 35 на всех этапах играл без перчаток. Переживали все болельщики, тренеры, комментаторы. Не буду этого скрывать. Как так? Но Александр говорит, что ему хорошо, удобно. Сейчас, когда минус 7, есть солнце, я думаю, ему более чем комфортно играть без перчаток. И никаких вопросов это не вызывает. Как удается сейчас на противоходе Виктору Маркову остановить этот мяч. И двойной блок, но встык между Шабалиным и Марковым проходит этот мяч. Да и касание сетки было вдали. Есть прием. Ну что, на Маркова. И здесь высоты, прям в линию. Стоял Тарас Маскиф, но дернул руками. Мяч ушел за. Смена сторон 6-9. После уверенного начала команды «Факел» Динамо Татарстан подсобрался. Сориентировался на местности. И сейчас будет вводить мяч в игру. И есть возможность рисковать на подачу. Тем более, уже эйсы от Шабалина это видели. А было ли касание у Крамаренко? Нет, пропускал он этот мяч. Могло показаться, что, пытаясь отойти от этого мяча, мяч его цепанул, но нет. Волейбол на снегу. На этот раз играют в бутсах. И как все, видел, что не было Маскиф. На задней линии в дальний угол пятой зоны перенаправляет Максим Чечерин этот мяч. Есть прием. Но тут в защите. Не успел оттянуться Виталий Шабалин. И сам же Крамаренко остается на подаче. Есть удар в ход и уверенно уходит в аут. Контролировал ситуацию Виктор Марков. Если что, он был готов подстраховать этот мяч. Но этого не потребовалось. Восьмое очко. Сам же будет вводить мяч в игру. Виктор Марков, для которого волейбол на снегу, стал началом новой волейбольной жизни. После того, как он начинал с классического волейбола в составе Казанской академии фармклуба «Зенита». Потом завоевывал первые награды, первые успехи в снежном волейболе. И после чего и только ему открылся путь в пляжный волейбол. И сейчас Виктор Марков в составе сборной России по пляжному волейболу. Вперед, Казань! Девятое очко. Вперед, Казань! Мы слышим, есть и болельщики из Республики Татарстан. Поддерживают своих. Это эйс от Виктора Маркова в концовке. В концовке сета догоняет. Мне кажется, сейчас будет Петр Королев брать перерыв. Понимает, что нужно остановить. «Динамо Татарстан» сегодня без тренера. Обычно мы видели Левцева Андрея Александровича, а факел с неизменным тренером Петя Королева. Все, выводы сделаны. Мотивация запредельная. Есть такое у «Динамо Татарстан», когда во многих этапах, особенно на начале их карьеры снежников, они занимали вторые места. Казань не любит занимать вторые места. Приучили спортсмены из Республики Татарстан только к наградам высшей пробы. С такой же философией играют и волейболисты по снежному волейболу из «Динамо Татарстана». Возвращаются на площадку. И удалось факелу сбить настрой Маркова. Такой ответственный момент. В аут уходит мяч. Хотел Виктор повторить то направление подачи, которое ему удалось. Положить эйс на сторону факела. А у нас замена. Уходит Максим Худюков. У факела выходит на его место. Игрок под номером один Руслан Быканов. Есть прием Маркова. Шабалин будет на него же. Позже ставит блок Ромаренко. Понимает, что 2-0-2 с высоты Виктора Маркова нужно останавливать. Тут же сам себя страхует на противоходе. Есть защита у факела. Какой длинный розыгрыш, который не свойственно мужскому волейболу. И здесь цепляет Максим Чичерин. Но как обидно, говорит Олег Богачев всем болельщикам, которые присутствуют на центральном корте в Шерегеше, что такой трудный мяч достать в защите. С вторым касанием решил по переходящему сразу направить на сторону факела Виталий Шабалин. Но мяч ушел за. На Чичерина. Линия, линия, кричит Тарас Маскиф. Еще видел он на блоке, но Руслан Быканов туда не вышел. Обратная замена. Уходит Быканов. Возвращается Максим Худяков. Максим Худяков, друзья. Серебряный призер чемпионата России 2015 года. К примеру. Это? Аут или попал? Это все-таки аут. Показывается. Все-таки в аут направляется этот мяч. И три сетбола. Судяниновцы, друзья мои. Это три сетбола. И три сетбола для команды факел. Детали решают концовку. Не подача после тайм-аута. Ошибка в нападении Шабалина. И сейчас поле аут у Чичерина. Но факел тоже начинает сдавать нервы. Рисковали на подаче. Мяч ушел далеко за. И Чичерин сейчас будет пытаться усложнить прием соперника. Но снова ошибается. Отданная концовка Динамо Татарстан позволяет факелу забрать этот первый сет. И приблизить себя еще на один шаг вперед к победе по итогу всего сезона. Равная игра, равная борьба. Факел более собранный. Уверенное начало. При счете 5-1 ввел факел. После чего удалось Динамо Татарстан подсобраться. Сократить количество собственных ошибок. И вернуть себя в игру. Даже при счете 10-12 на подаче Динамо Татарстан была возможность. Дальше продолжить. Прессовать факел. Но то ли потеря концентрации, то ли слишком сильное желание победить не позволило Динамо Татарстан. И снова они стали ошибаться. Факел же напротив. Собран, сконцентрирован. И небольшое послабление, которое они себе позволили в середине сета. Удалось Петру Королеву остановить. И концовку они привели просто безупречно. Все цепляли, все блокировали. Это принесло свои плоды. Болельщики уже и трехкратная чемпионка страны Полина Цыганова тоже превратилась в болельщицу. Начинает поддерживать, я уверена, что не какую-то определенную из команд, а в целом красоту волейбола на снегу, всю ту атмосферу, которая сейчас происходит. Возвращаемся. Расстановка зафиксирована. Хотя такой четкой расстановки, как в классическом волейболе, нет. Здесь все мобильны. И если вы только начинаете играть в болельбол на снегу, будьте готовы, что с подачи вам сразу придется бежать на блок. Но сейчас не пришлось бежать на блок. Там был Виталий Шабалин, но от его рук мяч упал в площадку. И снова факел заявляет о себе. Расчехлил счет на табло. Шабалина Маркова. Но есть защита от Маскиф. Кто будет? Сам же Тарас. Нападение Чичерин на месте. Уже двойной блок поднимается на Виктора Маркова. Виктор Марков. 2.02 роста. Можете представить, на какой высоте он снимается. Если даже два блока вовремя и правильно поставлены, его не останавливают. А здесь сразу по приходящему второму мячу пытался перевести Тарас Маскиф. И как спасали крабикам всеми элементами пляжного классического волейбола этот мяч. Но очень удобная была передача для Тараса, чтобы сразу же переходящий забить. И плюс одно очко. Второе очко для факела. Хутико страхует. И снова решил повторить Тарас Маскиф. На этот раз блок был более организованный. 2-2. Показывают нам Тараса сейчас. Спросите вы. Наверняка кто-то слышал, как презентует его Тарас Маскиф. Так раньше думала и я. Но на Кубке в Москве подошла к Тарасу, уточнила. Он сказал, что правильнее все-таки Маскиф. Да, 10 лет он уже живет под фамилией Маскиф. Но это не то, как назвали его мама с папой. Поэтому исправляемся. А сейчас все-таки аут идет от Александра Хромаренко. Первая смена сторон и тот сценарий, который мы немного затронули, который мы предполагали, что может быть именно возвращение Динамо Татарстан в игру. Часто они так делают. Первый сет основательно упускает, а во втором возвращаются в игру. Но не на этот раз, по крайней мере, не в этой подаче. За пределы корта уходит мяч. Равный счет. Максим Худяков на Чечерина. И здесь вроде бы и подстраховал Шабалины. Рядом был Виктор Марков, но не успел развернуться. Марков, чтобы оставить этот мяч для своей команды. И можно было с ним потом что-либо сделать. Уже сейчас, в начале партии, на больше-меньше, мне кажется, перешли обе команды. Что не розыгрыш, то с большим трудом удается командам завоевывать эти очки. Только сейчас Тарас Маскиев в ход. Видел же, знал Шабалин, куда будет этот мяч направлен. Дернул последний момент руками, то ли не развернул корпусом. И вот только сейчас плюс два для факела. Но Максим Худяков говорит, что моя ошибка на блоке. Слишком близко приблизился к контейне. Много пространства оставил для того, чтобы можно было крутить кисть и забивать в котел. Не летит сегодня подача у Динамо Татарстан. В ответственный момент в первом сете ошибки были на подаче. Ошибки продолжаются и сейчас. Без подачи очень сложно будет обыгрывать факел. Если такая цель стоит у команды из Казани. Мистер Скайболл Тарас Маскиев. Своей фирменной подачей высоко в небо. Что сейчас? На какой стране упал этот мяч? Все-таки очко уходит в Динамо Татарстан. Пробили этот блок. Еще одна ошибка на подаче. Вот тот элемент, который сегодня не летит у Динамо Татарстан. Который не позволяет им зарабатывать очки и показывать свою игру. Защищаются, сопротивляются, отыгрываются. Но плюс два, как было у факела, так и остается. На этот раз по линии удается пройти нападение у Казанцев. И Виктор Марков. Его очередь сейчас вводить мяч в игру. Выцеливают Крамаренко. Сам же Александр будет нападать. А что сейчас было? Касание сетки, но у кого? Все-таки у Динамо Татарстан было касание сетки. Интересно, покажет ли нам повтор? Повтора нет, но есть замена. Возвращается Руслан Быканов. Мы уже видели эту замену в первом сете. Меняет он Максима Худякова. Срывает с себя шапку. Погода позволяет. Опытные снежники привыкли в минус 30 и минус 35. Поэтому сейчас минус 7. Солнце для них прекрасное условие для того, чтобы радовать нас своей игрой. Но замена себя не оправдала. В отличие от первой партии, ошибается Руслан Быканов. И вынужден Петр Королев сразу же произвести обратную замену. Будет возвращаться на площадку Максим Худяков. Динамо Татарстан пока играет. Без замен до этого момента ушел Максим Чечерин. На усиление блока вышел Мирослав Туровский. Да, как раз попросили сейчас еще раз показать всем нам эту замену. Чтобы внести в протокол. Мирослав Туровский только неделю назад на этапе Кубка страны присоединился к команде Динамо Татарстан. И хотя задача была усилить блок, на блоке остался опытный Виктор Марков. Обратная замена. Возвращается Максим Чечерин. С ним больше сыгранности пока у Шабалина и Маркова. А Тарас Маскиев на этот раз силовую. Не будет повторения Скайбола. Мяч уходит за. Но задумалась, почему бы и не повторить. Потому что как раз солнце находится над стороной факела. То есть принимающей стороне высокие мячи сейчас сложнее будут даваться, нежели чем силовые подачи. А было ли касание блока? Касания блока не было. И у нас 9-9. Равный счет. Появилась подача, появились и очки. Сам же Чечерин страхует. Вторым касанием переводит Шабалин этот мяч. На кого? На Крамаренко? И что сейчас было? Еще до того, как от Маркова мяч улетел в аут, было касание. Сетки свистит Владислав Островский. Смотрим на повтор. Ну, Владислав стоял прям перед. Перед этим элементом, перед этим моментом, перед сеткой. Все видел. То, что не видно нам с вами по картинке. Что сейчас? Сейчас есть свисток. И, видимо, тоже была сетка. 10-10. Равный счет. Давайте еще раз, болельщика, послушаем. Напомню, что полуфинальные матчи сложились очень напряженно для обеих команд. Выбитый прием. И здесь нужна защита Динамо Татарстан. Кто будет? Шабалин. Катить на противоходе. Успевает поймать себя Тарас Москиф. Здесь есть Чечерин. Ему оставляет, доверяет этот мяч. И мимо рук Максима Худякова. 11-е очко. Динамо Татарстан выходит вперед. Говорила я, что не будет легкой прогулкой, потому что Динамо Татарстан свой полуфинал выиграл. На тайбрейке 16-14. А факел также на тайбрейке при счете 15-13 обыграл Академию. Схожий опыт получили в полуфинале обе команды. И сейчас, возможно, они порадуют нас такой же игрой и сейчас. Тайм-аут берет факел. Непривычно видеть факел в роли догоняющих в этом матче. Все больше, больше, больше болельщиков. Волна запускается на весь Шерегеш. Динамо Татарстан подбадривают друг другу. Могут. Долгое время не могли выигрывать Динамо Татарстан перед Евротуром в Грузии. Виктор Марков уже говорил, что если снова станем вторыми, пойдем к бабке порчу снимать. Это, конечно, шутка, но не пришлось воспользоваться внешними силами. Тогда они стали первыми. Этот сезон по-прежнему они вторые. В финальных матчах уступают факелу. Сейчас после тайм-аута есть подача у Динамо Татарстан. И 1 на 1 блок Шабалина. То, чего не было на протяжении всего матча. Плюс 2 для Динамо Татарстан. Уже куртку снял Петр Королев. Солнце припекает. Но и какие страсти творятся на площадке. Крамаренко. И здесь уже от рук Шабалина никто не вышел. Мог Течерин выйти из-за блока. Слишком близко они были с Марковым. Но это уже отыгранный эпизод. 11 очко для факела. Максим Кудяков. Неприятный у него планер. Высоко пролетает Виктор Марков эту передачу. И Крамаренко крутит по первой зоне. От плюс 2 ничего не осталось. Равный счет 12-12. Возможно, сейчас Динамо Татарстан будет брать перерыв. Но, судя по всему, рассчитывают на то, чтобы сняться сразу. Надеется Максим Кудяков, что мяч в площадке. Но все-таки ваут. Железные нервы у принимающих Динамо Татарстан. Раз такой ответственный момент в концовке второго сета, где все идет на больше-меньше, решили пропустить этот мяч. Виталий Шабалин, капитан команды. Вводит мяч в игру. Загол на Худякова, как показалось. Да, на Худяков вход пробил. И 13-13. Что бы там ни было, после этого розыгрыша точно будет решающий мяч. Либо сетбол, либо матчбол для факела. По крайней мере, скайбол сейчас идет от Тараса Маскиев. И Марков пробивает по линии, но говорят, что мяч за. Нету челленджа в волейболе на снегу. Что с этого ракурса нам видно? Но мяч в площадке по этому ракурсу. Но, судя говорят... И судя отдают Динамо Татарстан. Сетбол Максим Чичерин. В стык между принимающими идет этот мяч. Есть защита. Что сейчас? Сейчас Худяков отдает на Крамаренко. И тут было касание блока у Маркова. Отыгрывают этот сетбол. Не дают Динамо Татарстан перевести в матч на тайбрейк. Схожий сценарий мы видели неделю тому назад, когда у Динамо Татарстан было 4 сетбола. И тогда они не смогли их реализовать. Факел в двух сетах выиграл этап Кубка. Сейчас пока только второй сетбол у Динамо Татарстан. Так что есть время. Если история продолжается. Все ушли в прием у факела. И снова ошибается Виктор Марков на подаче. Второй отыгранный сетбол. Факелом. И смена сторон. Зрители уже не садятся. Болельщики на ногах смотрят каждый розыгрыш. Кто же сейчас будет от факела вводить мяч? Шабалин. Чичерин на третий сетбол. Виталий Шабалин. Всю ответственность берет на себя. До этого Виктор Марков не подал. Рискует Шабалин. Есть прием от Крамаренко. И крутит по первой зоне Тарас Маски. Вывели его на центр. Понимал Виктор Марков, что так оно и будет. Блестящий зашист сейчас сыграл. Просто. Браво, говорим по Алиссаду. И в твой сетбол от игрок. Есть закон волейбола. Не забиваешь ты, забивают тебе. Как он будет работать сейчас. А сейчас ошибается Чичерин. Вот они нервы, которые начинают себя проявлять. И от трех сетболов ничего не осталось. Зато появился первый матч-бол для команды Факела. На Маркова. Есть защита от Тараса Маски. Сам же будет нападать. Шабалин на Маркова. Шабалин будет решать. И снова Худяков, переходящий на чистые сетки. Тарас Маски ставит точку. Три отыгранных сетбола превратились в один матч-бол. И с первой же попытки удалось команде Факела из Нового Уренгоя подвести себя к логичному завершению этого сезона. Команда Факел провалила первый этап чемпионата страны в своем родном Новом Уренгое. Тогда в полуфинале уступили Академии и боролись только за бронзу. Реванш случился на этапе в Казани, где они заняли верхнюю ступень пьедестала. И с тех пор они с нее больше не спускались. Команда Факел, Максим Худяков, Тарас Маскип, Александр Крамаренко, Руслан Быканов становятся чемпионами страны. Крамаренко, Быканов, Худяков и Петр Королев уже действующие чемпионы. И сейчас они становятся двукратными. Видим, что уже Антон Павлович Латышенко, председатель Федерации волейбола Кемерской области, держит кубок. Снова высоко вверх к солнцу поднимают его победители в финале чемпионата страны сезона 2022-2023.